Продолжение следует... Продолжение следует... Но это всегда может кончиться очень плохо. Он прекрасно понимает, у него слишком много влиятельных врагов. И он помогает Кадырову, поскольку может доставать из тюрьмы любых заключенных. И мы понимаем, что ими могут усиливаться эмиссары Кадырова в разных регионах России. Они там есть. И, собственно, почему бы за такие небольшие услуги не породить и не отдать немножко людишек Пригожину. Но надо сказать, что Кадыров смог остановить мобилизацию в Чечне. То есть вполне себе эта победа, еще одна административная победа Пригожина над Шойгу, над Генштабом. И то есть тоже такая Саечка еще одна ему. Но кроме этих новостей есть еще одна новость. Опять же, она у нас такая совместная сверстка, с которой нам удается очень плотно и хорошо работать. Мы проверяем эту новость. То есть я не могу сказать, что это пока вот совершенно точная информация, но уж более похожа на точную. Похожа на черепа женщин в ЧВК «Вагнер». И, возможно, первая партия женщин-заключенных отправилась к Пригожину из Краснодарского края. Скорее всего, это те женщины, которые работали на разных сельскохозяйственных работах в знаменитой странице Кущевская. Там многие жители об этом говорят. Возможно, это женщины из ИК-3. Эта колония находится в 31 километре от Кущевки. Или это из одного из федеральных исправительных центров, куда тоже поступают женщины, осужденные к обязательным работам. Эта информация проверяется. Собственно, Пригожин обещал начать вербовать женщин, и, похоже, оно началось. Да, то есть я правильно понимаю, до этого подобных историй вы не слышали, чтобы вы вербовали женщин? Насколько это массовая сейчас история или пока что непонятно? Пока что непонятно бы, получились сегодня эти первые сообщения, которые нуждаются в проверке. Но, как показывает история с Пригожиным, с ЧВК Вагнера, все, что кажется невозможным, нелепым и нуждающейся в тройственной проверке, все это подтверждается. Да, Ольга, вы упоминаете о третьей волне вербовки заключенных. Насколько она массовая? Как она вообще сейчас проходит, по вашей информации? Вот мы с вами недавно обсуждали, что после публикации видео с казнью заключенного, желающих стало меньше среди заключенных. Как сейчас это устроено? Ну вот, собственно, мы примерно и оговорили сейчас с вами вот эти вот три волны вербовки заключенных. Первая волна началась 26 июня. Это, собственно, первый приход ЧВК Вагнеров в колонии Ленинградской области. Сейчас, собственно, вот из этой первой тысячи завербованных в Ленинградской и Новгородской областях 20 человек вернулись. О чем поговорим? Это вот действительно пиар-ход. И эта волна закончилась 21 сентября, в день объявления мобилизации. Собственно, почему мы говорим о первой волне? Потому что все лето и весь сентябрь эмиссары Вагнера и, собственно, и сам Пригожин несколько раз прошерстили зоны центральной европейской части России. Они вот не заходили на Кавказ, не заходили в Чечню и не заходили в Калининградскую область, в Эксклав и не проходили дальше Урала. То есть они дошли до Татарстана и Башкирии и дальше не пошли. 21 сентября они отправились на Урал и сразу за Урал, Сибирь, Дальний Восток. Это была вторая очень мощная волна вербовки заключенных, которая, собственно, и в итоге дала 40 тысяч заключенных к декабрю, которые были отправлены на фронт. А дальше случилось то, что от Вагнера массово побежали заключенные. Побежали, собственно, в двух направлениях – вперед и назад. Побежали сдаваться в плен и побежали в дезертирство. Появилось множество объявлений, ну и, собственно, и стрельб, прежде всего, в приграничных областях. И это стало большой проблемой для Пригожина – массовое бегство, отчего, собственно, и появились видео с внесудебными казнями. И это возымело эффект. Это возымело эффект. И, в общем, он остановил тем самым и дезертирство, и попытки сдачи в плен, но он также остановил и вербовку. В декабре желающих звербоваться в ЧВК Вагнер стало значительно меньше, почти уже не стало. Если раньше Пригожин собирал урожай с каждой зоны по 200-300-400 человек, и 500 человек доходило на Урале, то теперь это так 20-25. И где-то с месяц такая была ситуация. И сейчас с обнародованием видео этих якобы псевдопомилованных 20 человек и, конечно, зажигательное объявление просто одной из моих самых любимых, что теперь без экзаменов будут брать лучшие университеты России. То есть, по крайней мере, Пригожин якобы выдвинул такое требование. Это тоже повлияло на слабые умы. И мы сейчас видим очень большой всплеск желающих завербоваться. Опять люди забыли все и с энтузиазмом записываются в наемники. Ну и вот, соответственно, открылась для этого и Чечня, и, кажется, открылись женские зоны. Спасибо большое. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», обсуждали вербовку российских заключенных для участия в войне против Украины.